В программе Corel создаем новый документ. Файл создать. ОК. И будем говорить об инструментах, которые позволяют множить объекты, при этом распределять их на определенные расстояния и так далее. Для начала нарисуем квадрат, то есть при нажатой клавиши Ctrl небольшой квадратик. На сей раз нам нужна фигура с заданными размерами. Посмотрите, в панели свойств есть возможность задать их. Зажимаем замочек, поскольку нам нужно сохранить пропорции при изменении. Ширину задаем 10 и высоту задаем 10 мм. Давайте мы еще скруглим углы. Зажимаем замок. Скругление поставим 2 мм. Нажимаем Enter. Получили вот такую форму. Закрасим ее. И на клавиатуре нажмем букву латинскую P, чтобы поставить в центр листа. У нас сейчас вот так получилось. Что же мы с этим будем делать? Давайте мы вправо распределим. Вверх, вниз, влево. Посмотрим, как это делается. Выбираем пункт меню объект. Выбираем команду выровнять. Выбираем команду преобразования. И выбираем положение. Будем смещаться по осям. Значит, если смещаемся вправо, это координата Х положительная. Влево Х отрицательная. Вверх, координата У положительная. Вниз, координата У отрицательная. Если требуется по диагонали, то здесь, соответственно, также координата Х, У нужно давать. Положительная, отрицательная. Все зависит от того, куда мы будем выводить. Как будем рассчитывать? У нас сторона 10 мм. Значит, от центра до центра будет 10 мм. Если мы хотим в стык их ставить. Х поставим 10. Количество копий попросим. Пусть будет 3. Применить. Пожалуйста, от центральной фигурки. Откопированы 3. И они встают в стык. Отменим действие. Допустим, мы хотим, чтобы был зазор 5 мм. В этом случае Х нам нужно дать 15. 5 штук запросим. 5 копий. И применить. Вот таким вот образом. Возвращаемся к исходной фигуре. На сей раз будем смещать влево. Я ее сейчас выделила. И теперь уже координата будет не 15, а минус 15. Также 5 копий. Применить. Возвращаемся на исходник. Будем смещать вверх. В этом случае Х нужно обнулить. А У поставить 15. Относительно центральной точки. И нажимаем применить. Возвращаемся на исходник. И теперь поставим У минус 15. Применить. Если вам нужно в стороны, то в этом случае и Х, и У даем координату. Например, Х 15. 15, У, пусть будет минус 15. Применить. Возвращаемся. Теперь У поставим не минус 15, а 15. И тоже нажимаем команду применить. И так далее. То есть вот таким вот образом можно рисовать орнаменты, которые на полотенцах бывают. Если в эту сторону, то и Х, и У должны быть отрицательные. То есть У положительная, Х отрицательная. Значит нужно Х поставить минус 15. Применить. Возвращаемся. А здесь что получается? У должен пойти вниз. Значит отрицательный. И Х тоже отрицательный. Минус и минус. Применить. Потом это все нужно обязательно сгруппировать. Иначе начнете двигаться и все у вас развалится. Ctrl G. Готово. Ну такие вот интересные вещи можно создавать. Так. Создаем новую страничку. На сей раз рисуем эллипс. Давайте дадим ему градиентную заливку. Внизу раскрываем кнопку. Берем интерактивная заливка. Вытягиваем вектор. Контур покрасим в какой-нибудь другой цвет. От того, что сделали, снимем копию. Еще одну копию. Уменьшим размер. Поменяем цвет. Опять дадим интерактивную заливку. Состыковываю с этой фигурой. И группирую. Уберу пока в сторону. А эту фигуру верну. И что же я хочу сделать? Я хочу относительно центра откопировать эти фигуры. То есть здесь у меня пойдет первая фигура. Здесь допустим вторая, третья, четвертая. То есть сниму 4 копии. Если вы уже вызвали окно преобразования, то можно просто переключиться на вариант повернуть. Если не вызывали, то идем обычным путем. То есть выбираем пункт меню объект. Выбираем преобразование. Выбираем повернуть. Далее угол поставим 30 градусов. Или 45. Давайте сейчас поставим. Относительно центра будем поворачивать. Запросим еще 4 фигуры. Применить. Получили вот такой вариант. Если хотите все это слить в одну фигуру, то выделяем. И в панели свойств нажимаем кнопку объединить. Объединение. Вот нам программа все это объединила. Получился вот такой цветочек. Теперь выбираем вторую фигуру. На сей раз давайте посмотрим, как поворачивать не относительно центральной точки, а относительно какой-то другой точки. Я еще одну копию сниму. Щелкнули по фигуре. Щелкаем второй раз. И вот эту центральную точку смещаем. Допустим я хочу чуть-чуть пониже поставить. Вот как-то так. И относительно нее уже выполнить повороты. Уберу эту фигуру. Угол. На сей раз хочу поменьше поставить. 30. Количество копий давайте поставим 11. Относительно центра применить. Вот таким вот образом. Выделяем. И группируем. Ctrl G. Уменьшаем размер. Можно и этот цветок также пустить по кругу. То есть все зависит от того, что вы собираетесь делать. Можно оставить как есть. Можно еще снять копию. Ctrl C, Ctrl V. Щелкнуть. Повернуть. Помните мы подобные вещи сделали. Еще раз. Ctrl C, Ctrl V. Щелкнули. И при нажатой Shift стянули. Может быть повернули. Может быть просто стянули. Отпускаете. Отпускаете. Сильно мелко получилось. При нажатой Shift. Вот так вот. Вот такая вот вещь получилась. То есть можно здесь экспериментировать как хотите. Выделяем. И группируем. Хочу этот цветок пустить по кругу. Выделила. Угол поставлю 60. Количество копий поставлю 4. Центр поворота нужно задать. Смещу. Вот сюда. Применить. Не хватило мне одной копии. Сделаю шаг назад. Поставлю 5. Применить. Вот таким вот образом. Выделяем. Опять группируем. В общем это можно бесконечно делать. То есть как только вам нужно объекты откопировать. Поставить по кругу. Продумывайте количество градусов. Ну и центр поворота. Новую страничку создайте. Нарисуем квадрат при нажатой Ctrl. Покрасим его каким-нибудь цветом. И сейчас его немножко трансформируем. То есть щелкаем. И давайте зададим скос. Такая фигура получилась. Повернем. Повернем на 90 градусов. Теперь в панели преобразования выберем команду масштабы и отражения. Здесь обратите внимание нужно выбрать как мы отражаем относительно какой оси. Относительно оси по горизонтали или относительно оси по вертикали. Я сейчас выберу отражение по горизонтали. Далее относительно какой точки. Вот здесь стоит относительно центра. Я хочу допустим относительно вот этой точки. Без копии просто нажимаю применить. В этом случае видите произошло просто отражение. Делаю шаг назад. Если же я поставлю одну копию и применить нажму, то у меня получается уже вот такая форма. Теперь смещу одну. Ставлю вторую. И давайте посмотрим отражение относительно другой оси. Отключаю эту ось. Включаю ось по вертикали. И поставлю допустим вот эту точку внизу в нижнем правом уголочке. Копия 1 применить. Вот таким вот образом можно отражать. Беру в сторону объект. Дальше давайте посмотрим как можно масштабировать. Здесь же не только отражение. Здесь же кнопочка называется масштабы отражения. Допустим нам нужно отразить, но при этом масштаб нужно поменять. Ставим по 50% по оси XY. Копия 1 пусть будет относительно этой точки. И нажимаем применить. Видите, что произошло? То есть у нас объект пошел с отражением, но его масштаб стал меньше. Теперь беру еще раз исходную фигуру. Отключу все варианты отражения. И поставлю 25%. Копия 1 применить. Ну то есть просто все-таки лучше оставить центральную точку в этом случае. Центральная точка. И применить. Покрашу. Видите, что произошло? То есть я практически копию фигуры сделала, но в уменьшенном размере. Вот таким вот образом можно использовать преобразование. Следующее это изменение размера. Давайте новую страничку сделаем. Сюда все переброшу. Новая страница. Нарисуем круг. При нажатой клавише Ctrl покрасим. Теперь включим кнопку размер. Сейчас программа показывает то, что есть. Я хочу размер поменять на 100. Перещёлкиваясь. У меня и координата Y поменялась. Пусть будет относительно центра. Одну копию применить. Перекрашу в другой цвет. Теперь поставлю по 80. размер 80 миллиметров. XY. Центральная. Относительно центра. Пропорционально. Видите. Дальше. Применить. Одна копия. Применить. Опять поменяют цвет. Вот таким вот образом можно применять данные преобразования. Ещё создадим новую страничку. И сейчас будем говорить о скосах или наклонах. Нам вполне подойдёт квадрат или прямоугольник. Закрасим его. Переключимся на кнопку наклон. И давайте по оси X зададим 45. Смотрите. Копию не хочу. Просто хочу трансформировать эту фигуру. Применить. Вот пошла трансформация. А теперь поставлю минус 45. И поставлю одну копию. Применить. А теперь поставим минус 45. И опять нажимаем применить. Посмотрите какая форма получилась. Можно опять взять все эти три фигуры и слить в одну. Вот такая форма получилась. Так. Давайте по оси Y посмотрим что можно сделать. Опять прямоугольник. Как-нибудь покрасили. X на 0. А Y поставим 45. Копия одна. Применить. Видите, да? Так. Теперь от этой фигуры давайте снимем копию, для которой Y поставим минус 45. Применить. Вернули к исходнику. Теперь от того, что есть, поставим 45. Применить. Еще такая фигура. состыкуем сюда. Состыкуем сюда. Ну и таким вот образом можно рисовать. То есть, если копии ставите, то заданные параметры применяются к копии. Если не ставите копии, то параметр применяется к исходнику. Применяется к копии. Применяется к копии. Применяется к копии.